В преддверии Нового года груз гуманитарной помощи в Верхнегерасимовский совет Луганской Народной Республики отправили администрация и жители села Алза. Представители гуманитарного управления Новая Руссия, казаки Всевеликого войска Донского приняли здесь гуманитарную помощь, которую назвали грузом жизни. Жители собрали продукты питания, теплую одежду и цитрусы. Мы луганчане здесь принимаем помощь от жителей села Альзага Гагровского района Республики Абхазия, которые собрали для нас, для наших людей груз гуманитарной помощи. Мы называем его груз жизни. Люди вышли на нас благодаря Юрию Ивановичу Жукову. Он рассказывал здесь много о нашей беде. И ваши люди, которые прошли эту жуткую страшную войну, которая происходила у вас, к самому сердцу восприняли нашу боль и наше горе. И они сами, своими силами, своими сердцами, без официальных объявлений, без чего-либо, собрали для нас вот этот груз гуманитарной помощи, пригласили нас. Мы приехали, обратились в местный сельский совет, в местную администрацию. Все до единого люди шли нам здесь навстречу. Обычные люди передавали просто от дома к дому, от магазина к магазину о том, что собирают гуманитарную помощь на Луганскую Республику. Поэтому так неожиданно много собрали. И мы очень признательны, очень признательны и администрации, и низкий поклон от наших людей, всем простым людям, которым небезразлична наша боль и беда. С инициативой об оказании гуманитарной помощи к руководству села вышли сельчане Юрий и Иван Жуковы, выходцы из Луганской Народной Республики. Люди постарали все, что можно, собрали, кто что смог с этого села. А попали мы совершенно случайно, передать мне угодно. Я говорю, Катерина, у нее в последний момент, поедем съездим, что Бог даст, хоть свои мандарины порвем во дворе, да и все, все равно, что деткам привезем. Ну а получилось так, что не только свои, загрудели нас, не знаем, как вести это все. Но вести надо. Спасибо, спасибо жителям нашего села Лза. Я бы хотел выразить свою признательность братскому народу Республики Абхазия. Глубокий поклон, большое человеческое спасибо за оказанную вами помощь. На самом деле, каждый ребенок, каждый старичок, пусть немного где, хотя бы в нашем поселке, к Новому году попробуют настоящий абхазский мандарин. Еще раз огромное спасибо. Это Бог. Мы сами прошли через тяготы войны и прекрасно понимаем, что такое голод и холод. Надеюсь, та помощь, которая оказана нашими жителями, хоть как-то согреет души луганчан к Новому году, сказал глава села Алза Эльдар Ампар. К сожалению, мы тоже прошли через все эти тяжести, тяготы этой войны. У него в обверенном ему поселке очень тяжелая ситуация, прифронтовая полоса. Мы обратились к нашим депутатам, к нашим односельчанам, оказать по мере возможности посильную помощь нашим братьям в Луганской Народной Республике. И вы видите, сейчас идет погрузка. Люди собрали, кто что может, каждая семья, продукты питания, сахар, муку, мучные изделия, макароны, гречку, масло. Кто что смог. Теплые вещи. Сейчас зима на носу. Полным ходом она как бы уже идет. И теплые вещи, детские грузки. Некоторые даже свои пожелания в эти коробки с продуктами, с вещами. Наши дети отправляют поздравительные типа обращения к сверстникам с Луганской Народной Республики. Председатель Верхнегерасимовского совета Николай Спецов распределит груз жизни жителям четырех входящих в совет селам, где проживают и 2800 семей. У нас население 2800. Четыре населенных пункта при сельском поселении, совете у нас. Значит, первые мы попали с конца мая, в начале июня уже были в окружении. Поэтому стояли позиции украинской хонты на нашей территории, рядом с нашей территорией, вернее, обстрелы велись, люди гибли. Но у нас наилучшая ситуация была, что рядом была Российская Федерация, поэтому мы пересекали границу и людей увозили на лагеря беженцев. Все равно на территории совета была расположена шахта, работала, расположена была птицефабрика мощнейшая, все предприятия разбиты, шахта затоплена. На данный момент люди производство потеряли, работать негде, пенсии не выплачивались с мая месяца, за сентябрь месяц выплатили частично по 1800 гривен всем пенсионерам. Сотрудники бюджетной сферы ничего не получают. И я гарантирую вам, что эта гуманитарная помощь дойдет до нашего населения, потому что мы, во-первых, делегацией, никуда ничего не денется, все дойдет. Мы также предоставим вам видеоматериалы, когда будем вручать это, фотоотчеты, все мы это сделаем, предоставим, даже не может быть никаких разговоров и сомнений. Спасибо вам огромное. Через несколько дней в Луганскую Народную Республику поедет и вторая машина с грузом.